Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели моего канала, сайта, блога. Сегодня в гостях у меня очень интересный человек, и мы встретились не просто так, а знаете, как произошло это? Когда я выписал видео о Wi-Fi, воздействии сотовой связи и свече излучений, буквально через пару дней написала дочь нашего гостя, мне, что так и так мой отец как раз разработчик нейтроников, а я просто как раз про эти нейтроники в видео говорил. У меня они очень давно были, и вот честно скажу, сначала я пользовался, потом они мне несколько лет лежали, вот я их прям даже взял в сумке сейчас для записи, не взял, они еще были в таких старых этих вот маленьких пакетиках, ну в общем лежат, поверьте на слово, прям я взял свою пачку такую. Ну а сейчас у нас есть такая уникальная возможность, а мы сразу связались, я пригласил, вот ко мне в ближайшее хозяйство Подмосковья приехал мой коллега и человек, который тоже занимается всю жизнь, можно сказать, посвятил вопросам здоровья человека, и вот теперь у нас будет возможность сейчас задать вопросы. И первое, с чего я бы хотел начать, ну во-первых, попрошу сейчас представиться уже по плану, правильно, чтобы я не ошибся, рассказать о себе, то есть кто вы чем занимаетесь, ну и вот представьтесь и пару слов, а потом вопросы, а потом будут вопросы. Хорошо, меня зовут Тюняев Владимир Николаевич, я кандидат наук, директор, был долгое время экологического центра, «Волкон» называется, занимаемся мы экологией человека, то есть это система внешних влияний и здоровья человека. Уже, наверное, около 30 лет этим занимаемся. Огромное количество исследований провели, сейчас я являюсь членом экспертного совета по социальному развитию Совета Федерации при Комитете по социальному политике, и мы вот прошедший год готовили как раз материалы для законодательства в сфере защиты человека от электромагнитных болезней. Неужели что-то может сдвинуться в этом вопросе? Я надеюсь. Ситуация сложная, она практически критическая сегодня. Рост онкологии, рост заболеваемости также критический, причем связанный конкретно с увеличением числа, количества излучателей. Это конкретно доказано и замедлено изучено. Американцы доказали, 16 лет проводили исследования, 18 в прошлом году опубликовали. Наши исследования в нашей стране проводились, Всемирная организация здравоохранения эту проблему номер один обозначила, потому как это круглосуточное постоянное влияние. Оно латентное, то есть скрытое, но электромагнитное излучение всего широкого спектра, Wi-Fi, роутеры, базовые станции, проводка, линии электропередач, все наши бытовые приборы, свет и так далее, и так далее, электротранспорт создают сочетанное воздействие на человека. А это воздействие является промоутером, то есть ускорительным заболеваемости. И она сейчас стремительно растет. Приведу факт из доклада, который мы подготовили, и сейчас он уже подписан в Совете Федерации для сенаторов. Вот он у меня в руках, материал этого доклада. Под видео будет ссылочка, дорогие друзья. Да, и пожалуйста, можете прочесть его, и на сайте Совета Федерации будут. Три слушания, которые мы проводили, есть инограммы, то есть это официально зарегистрированная, и вернее опубликованная информация, более 20 выступающих, академики, профессора, доктора, ведущих институтов по гигиене, радиофизике и так далее. А то люди спрашивают, говорят, что это все ерунда. Да, я слышал отзывы, это непрофессиональное, обывательское мнение, еще раз подчеркиваю, ситуация острейшая, она номер один. То есть она просто критическая ситуация. Она критическая, потому как это людьми уже не рассматривается как опасность. Это самое страшное. Вот данные приводили, специалисты, данные из ядерного центра, из гигиенических институтов, что стажированные пользователи, молодежь, которая с началом 2000-х годов начинала пользоваться, в 6 раз уменьшение детородных функций. Это факт, да, факт. Это жуть. И сейчас президент принимает программу по увеличению рождаемости и помощи родителям, а этот факт не учитывается. А это ужасно. Потому что он должен научиться. Естественно, естественно. И сейчас... Так и детская онкология растет страшными темпами. Онкология, вот у меня есть как раз таблички здесь, рост всемирной сети, там более 4-5 миллиардов. Вот рост онкологии. Вы можете посмотреть все у нас на сайте. Ну это дадим, да, просто я, так сказать, так. Вот рост онкологии как раз по американским исследованиям, которые были проведены. Затем вмешательство производителей и компаний в научные исследования, кстати, выгнали многое. Слушайте, огромное количество роликов, я сейчас не могу тех найти, которые доказывают... Вот где били тревогу в Европе, там, в Норвегии, я видел это видео, их сейчас не могу найти даже, так сказать. И я знаю, что некоторые СМИ, которые вещали, об этом закрывали. Ну дело в том, что вы поймите, я вам приведу данные. Вот мы, готовя доклад, делали анализ ситуации рекламной компании, которая сотового оператора связи в нашей стране. Вы знаете, сколько тратится денег на рекламу сотовых компаний? Как минимум около 10 миллиардов рублей. Ежегодно у нас в стране только. На рекламные компании все возможно. На рекламную, поддерживающую мобильные операторы. Тогда это уже достаточный ответ для того, чтобы понять тем, кто пытается... А что же тогда, если это вредно, почему же... И ноль тратится на предупреждение, подчеркиваю, ноль. Это как про алкоголь. Каждый фильм пьянка курева, а против алкоголя, ну, это даже не один, а одна сотая процента что-то. Естественно, если вам тысячу раз сказать, что это хорошо, вы будете понимать, что это хорошо. Я сейчас говорил, что ложь каждую тысячу раз становится в глазах обывателя истинной. Истинной. Оно так и произошло. Так и есть. Это точно, абсолютно. Поэтому будьте бдительны, читайте. Информации на эту тему очень много. Ну, я прошу вас тогда и наши зрители просят, конечно, рассказать о том, вот сжато, но четко, что современный человек, скажем так, ну, во-первых, может сделать для себя, чтобы как-то сохранить, попытаться, свое здоровье, семьи, близких, если, первое, он живет в городах, второе, ну, загородным проще, в любом случае, меньше возьмите. Это по-любому, уже хорошо. Вот, поэтому даже про второй вариант мы не будем говорить, достаточно того, что я говорил, что создавайте экопоселение, да, да, это правильно. Хутора, деревни, малые города, малюсенькие какие-то уже лучше в любом случае. Давайте поговорим о том, а 95 уже скоро будет процентов нашей страны, которая перебралась, потому что там медом намазано, в город. Что делать этим бедным людям? Тем, кто думающий человек, я скажу рекомендации, что нужно делать. Вы говорили, вот, в своей передаче, достаточно все правильное. Экранировать промышленную частоту, то есть проводку, можно элементарно, много материалов существует на эту тему. Конечно, от термофона фольгировано до фольгирования. Это да, это проблем нет. Первая в гигиене норма – уменьшите время использования любого источника. Вообще любого электроприбода. Любого электроприбода, уменьшение использования. Второе, особенно связь, если это касается связи, то рекомендация такая, я ее везде прописываю и говорю, что если вы используете мобильную связь, планшетник, телефон, роутер я бы убрал вообще, Wi-Fi убрать надо, потому что они в помещениях не нужны. Встаньте, подойдите к компьютеру, если вам нужно передать сообщение по проводной связи, телефон проводной используйте. 5-8 лет назад об этом еще никто даже не думал. Да, да, конечно, конечно. И это уже уйдет колоссальное влияние воздействия. Естественно, потому как Wi-Fi сейчас используют практически везде и все, и передают интернет 5G, 6G. Это безумие, потому как оно на человека воздействует. Не только это, но и сочетанные действия. Все электромагнитные поля от всех источников. Раз, химические выбросы, которые существуют. Бактериологические химтрейлы, вы тоже знаете, что это такое. В Европе это уже проблема большая. Затем шум, но он тоже в электромагнитные входит разделом. Вы помните, в Липецкой школе, вот буквально опубликована была информация, 29 человек попали в больницу. Из-за чего матч включил программу с ультразвуком. 15 минут и все уехали. Ребята, это оружие. Еще раз подчеркиваю. Инфразвук, ультразвук. Программу любую ставите, и это идет на любую аудиторию. То есть, это частота колебательная. Конечно. И идет резонанс. Клетка выходит из равновесия, а если на нее специальные сигналы посылаются, то человека можно убить. Убить можно, во-первых. Во-вторых, идет то, о чем Горяев говорит, наши зрители знают, это так и есть. Влияние на биологическую клетку можно не только химическим веществом, или температурой, или чем-то еще, но и воздействиями информационными, в том числе колебательными. Скажу ссылочку, да, кто интересуется. Приобретите книгу «Пси-войны» Ратникова и Савина, генералов ФСБ. Там американцы и наши пишут как раз об этих воздействиях. Что можно сделать? Можно сделать все, что угодно. Абсолютно. Тем более, что базовые станции, никто не говорит, кто им управляет. И могут сводиться лучи, могут все, что угодно. И специальные сигналы, посылаемые, кодирующие, могут с человеком сделать все, что угодно. Также изменить его и психику, и модели поведения. Что угодно. Что угодно. Ну, оружие. Вы посмотрите фильмов достаточно много. Если говорить про эту тему и усугубить ее до максимальных пределов, то это вот этот харп, который, так сказать, меняет уже даже погоду. Естественно. Так у нас в городах измененная погода, извините, только от количества вот этих. Знаете, как большое количество, если большой медведь идет, да, а если миллион насекомых, они его съедят. Ну, давайте так, про, значит, про эти, как его, микроволновки мы вообще говорить не будем. Выкрасите, выбросите. Нет, это я уже, это только психи могут оставить. Или какие-то совсем зомби. Да, согласен. Вот, это мы даже говорить не будем. Второе, про Wi-Fi, если у вас соседи, ходите, говорите, ну, это же тоже люди, попытайтесь дать им. Убедить надо. Мы дадим ссылки вот под этим видео тоже. Дать объяснить, что вам неужели ваше безразлично. А некоторые, вот есть такие 11 тысячи, но у меня мало, пишут, типа, что, да, это вообще благо, сейчас все, даже медицинская техника Wi-Fi использует. А сколько бы людей бы изнасиловали, если бы не было камер слежения. То есть, осталось, я говорю, вот таким, кто это говорит, только в жопу чип вставить, и, так сказать, будет радость и благо, и счастье. А к этому и идет. Да. Так форматируется сознание людей, превращая их в быдло и в стадо, чтобы они это, что с ними делают, вот этот электронный концлагерь и прочий, за радость, за благо, за счастье приняли. Ну, недавно фильм есть. Ну, да? Недаром. Да. Давайте так, значит, ну, про это понятно. Про Wi-Fi, да, дорогие друзья, объясняйте, чтобы отключали. Если такой возможности нет, это вообще бессмысленно, вот точно. Переезжайте жить, ну, здоровье дороже. А думаете, это никак не повлияет, и ладно, завтра, сегодня живу, и завтра? Нет, нет. Это страшное дело, это неправильный подход. Это абсолютная объективная реальность. Но мы об этом еще сейчас поговорим. Вот, что же мы можем все-таки делать, если в городах? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!